Которая просто идет вот так по Агатсу. Это горы Агатсу. Это еще одни люди, народ тугутил. Это Малубские острова. Типа как цыгане, они же меняют свое место, местоположение. И очень тяжело было ее найти и убираться до острова Фланхера. Кто-то заинтересуется, в книжке все это мне рассказано. Это Дани, это наиболее известные бакуанские времена, которые живут в центральной части Бакуай-Донезийской. Ну, довольно много. Вот у меня рассказ про котеки. Котеки, которую, наверное, знаете, носит у Куаса, за что Куэй-Донезий все время блокирует мои фотографии. Я уже перестал мужчин размещать или как увидит фотографии, сразу блокирует. Это вообще плод тыквы, который растет вот таким гумазаном. А дальше его собирают, и каждый себе выбирает из этих мужчин, что он будет носить. Ну, это вот женщины, народы Дани, тоже они, как бы, такие очень все разрушенные. И это вот, я показываю, как вот, вот они, когда мужчины украшают себя этими блоками, вот как их одеваются, вот, снимаются. Это разведение одно. Вот такая вот довольно церемония. Это вот такая вот поросеночка, там, такая церемония, церемония, как бы, имитации охоты. Это другой древний 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 древний. Это даяди. Даяди — это племена, которые живут на Галимантане. Галимантан. И Галимантан занимает три страны. Это Индонезия, это Малайзия и Бруды. И даяди, в принципе, живут на всей территории Галимантана. У них целая система ценностей и культур. Ну, в частности, у них есть тоже вот длинные дома, в которых они живут. И вот этот длинный, этот дом, который, это другой, там, длинный. В нем, как бы, порядка 35 квартир. Вот в таком доме живет, там, часть 150, наверное, в одном доме. И вот каждая квартира, вот такая нижняя квартирочка, которая, вот это вот общая территория, в которой вы все находите. Это, ну, еще одна из родителей плавающий, плавающий рынок. Потом, может, я вам расскажу вот дальше. Как раз вот столицу, это, так, иначе я, это разные виды рыбалки здесь. То есть, тоже, там, на разных плотах я там начинал. Вот ночная рыбалка с плота. То есть, вот проводишь ночь с этими людьми. В общем, это очень довольно прикольно. Потому что обычно я езжу один, и когда ты приходишь один, вот не в группе, ты, в общем-то, гвоздь, с тобой это, к тебе отношение как гвоздь, а не так, вот, к туристу, который приехал сюда. Вот, ну, это разные виды еды, которые, это, ну, это монада, рынок монада. Ну, вот здесь вот есть какие-то вот лесные жители. Там же на этом рынке есть, в принципе, и собачки, и кошечки. Вот их, я их не публикую, эти фотографии. Вот, ну, это вот бамуковые черви, довольно вкусные. Вот, дальше это вот добыча серы. Вулкальный диджин рассказывается. Ну, то есть, это такая довольно известная история. То есть, голубое сияние. В этом сияние от порог серы, очень красивые. И, как бы, конденсируется, расплавление серы, и вот ее, ну, добывают и несут, несут, ну, не сдавать. Вот, не каждый, вот одна корзина. Вот, вот, человек может нести 60-80 килограмм. В общем, добывают, так считается, один из самых вредных производств в мире. Вот, а это у меня была целая, вот, такая вот экспедиция, на Калимантан, вот, где добывают жёлто и алмазы. Вот, ну, то есть, как бы, ну, жёлто довольно много я видел, как вот, а вот эти вот камешки, ну, вот, как-то не попадалось. Вот, ну, это специально в нескольких местах, там, Калимантан. Вот, вот, золото в разных местах добывается, когда мы ездим. Вот, алмазы практически только в Калимантане. Ну, это вот разные варианты добычи. Это просто моют обычным способом и вымываются и золото и алмазы. А это вот такие плавы по, такие драги, вот, по реке, в которой есть алмаз и золото. И вот человек ныряет с трубкой и, чтобы засосать правильный грунт, вот он находится под водой, в общем-то, и выныривает очень, ну, это бы тоже считается так довольно опасно. А это добыча золото и алмазов, это вот такие, как бы, вот это, это бригады добывают, отсасывают вот жижу, а это вот индивидуалы. Вот, вот индивидуалы выкапывают вот такие вот норы, практически по два, там максимум три человека, вытаскивают оттуда грунт. И вот в этом месте, за последние сколько-то лет, там, может быть, восемь, там, сколько-то, получили 400 человек погибло вот в этих, завалил, завалил в эти морды. Так, ну, это у меня, он всегда видит, знал, что золото, как бы, альмакат, альмакат, альмакатация, это, как бы, ртучь, он вытаскивается за тот песк. Ну, вот первый раз, мы видим, как бы, он заливает ртуть в этот самый посудину с этим и дальше, вот, отжимает ртуть с золотом и получается вот такой вот, как бы, шарик, насыщенный золотом. Вот это разные виды строительства. Вот давайте теперь дальше, вот соревнования, развлечения, очень интересные, как бы, истории, связанные с вот этой посолом на острове Сомба. Это такое соревнование с копьем, вот, группы усадников, человек по 40, они, вот, пытаются друг к другу попасть вот такими копьями. Люди собираются, вот, очень, как бы, зрелищно, это почуджание на Суматре, это гонки на быках, гонки, и задача вот этого человека, то есть он держится еле-еле там на таких двух жердочках, держится хвостами за хвосты быков и должен просто, порядка 80 метров, должен проехать, вот, проехать по этому полю. Вот, ну, довольно часто это качается. Вот так, ну, то есть, ну, для фотографии, конечно, очень эмоциональное и очень интересное видство. Ну, вот эта вот фотография, которая у меня тут в большой степени используется сейчас, достаточно фотография, это патчу ржави, вот, это, вот этот вот жокей, он, который, вот, погоняет этих вот волшебных вот быков, он попеременно кусает их за хвосты для того, чтобы они бежали быстрее. Вот, и вот, в момент, в как раз, вот это вот кусание. Так, вот это вот еще одни гонки на Мадуре. Вот это разные пупаски. Вот, пупавда Глаголина Ромена, такой вот фестиваль, который проходит там, по-моему, в июле, собирает довольно много, как, вот, племен, местных племен, так и ботографов со всего мира, который приезжает снимать пупаску. Вот это разные имитации воин. Вот, вот, вот. Дальше у меня несколько, там, разных пупасных соревнований. Вот, вот, одно могу рассказать. Это, вот, женское соревнование, да, те, кто курит. Это, вот, такие дамы. Задача соревнования – это зажженную сигарету держать во рту, и дальше нырнусь, и кто дольше продерживается за зажженной сигаретой, как бы, водой. Вот, и дальше, вот, выныривает, и сигарета должна гореть. Вот. Это разные пупаски. Вот, и вот, конкурс в резьбе этого смазан. Это тоже очень интересная история. Такая, вот, раз в году в Агатце собираются мастера со всех Агатских деревень, и вот в течение трех часов, вот они показывают свои вот такие вот грузки, и в течение трех часов они должны сделать из этих грузков. Вот, начинается работа, начинают строгать, и через три часа получаются вот такие вот скульптуры, которые потом... Вот, вот, это... Агатское искусство. Вообще, то есть, Агатские изделия, они находятся во огромном количестве музеев по всему миру. То есть, это считается, что... Одни из лучших резчиков по дереву. Ну, такие вот красивые деревья. И дальше у меня идет история, связанная с танцами в разных местах. Не буду, наверное, особенно рассказывать тут. Вот, это пупаски и разные танцы. Это танцы в пупасских деревнях. Это танцы на фестивале Вамены. Это уже Икорию на фестивале. Различные танцы. То есть, это... Это даякские танцы. На Калимантане я звал. Танцы на острове Нес. На ВДМК. Это... Это... В Суматре. Перегиденс. Ага. Это на Сумбе. Танцы. Вот это... Сидят... Очень симпатичные танцующие дети на острове Сумба. Это Волокские острова. Ну, и там где-то кончается даже у меня. Сидят седьмой. Редко. Танцы. Это... Ну, и... Ну, все, наверное. Больше уже... Наверное... Так, мое время почти кончается. Наверное, готов к чему-то ответить на какие-то вопросы. Прямо понедельник. Недельник не закрыт. Что ж, дорогие друзья. Во-первых, аплодисменты. Спасибо за это. Вика, ты мне рассказываешь. Сейчас, опять. И действительно, у кого-то есть вопросы, да? Если есть, то поднимайте руку, я туда иду. Да, может, микрофончик. Вопросы, впечатления, может быть, кто-то был в тех же местах. Кто-то может поделиться об этом. Пожалуйста. Ну, то есть... Есть ли какие-то... Если нет вопросов... Ну, Индонезия, она очень интересная страна. И как бы... Вот туристы приезжают... Ну, то есть, приезжают туристы на Борин. И находятся на вот этой вот пляжной территории. Ну, и... Что... 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 И показывают только уже адаптированные вещи, которые вот для туристов. А, конечно, очень интересно, когда ты попадаешь на какие-то фестивали или в какие-то местные мероприятия... Местные есть... как бы... События. И тогда ты видишь реально то, что люди делают для себя. Они делают это не для туристов не на показ, вот, а для себя. И это самое важное. И как бы... Это все немножко убирается, потому что глобализация происходит. Вот... Ну, вот... Хорошо, спасибо. А сколько времени у вас... Ээээ... Старило вот... Вот... Скоро всему материалу для этой книги? Ну, в общем, сколько времени вы провели... Технолик? У меня два... Два захода в Индонезию. У меня был... Вот... У меня был первый заход в девятый-десятый год. И в одиннадцатом году у меня были выставки по Индонезии. Ну, как бы, в Москве, там, в Питере, еще несколько городов. Ну, это было больше вулканы, там, какие-то портреты, что-то еще. Дальше у меня был некоторый отдых от Индонезии. И вот три года назад я вернулся снова к Индонезии. И вот три года... За три года у меня было двенадцать целых поездов. То есть, таких экспедиций, то есть, которые... Ну, это не просто вот я приехал в это место. Это каждая поездка, там, три-четыре места перелетаешь там между островами. То есть, вот за три года... Ну, вот, ты едешь, там, на две-три недели едешь в Индонезию. И потом ты обрабатываешь то, что ты отснял в течение, там, тех же трех недель. И едешь снова. Вот. Вот это вот результат. Основной... Основной этой книжке. Это вот три последних года. Спасибо. Ну что, друзья, может быть, появились вопросы у кого-то? Впечатления? Желания? Ну что ж, если вопросов нет, я предлагаю еще раз поблагодарить Сергея. Ну что ж, друзья, если у вас может быть какие-то вопросы, в личном порядке можете подойти еще Сергея. Вот здесь какое-то время, да, полистать к нему. Ну что ж, а мы с вами двигаемся дальше буквально через десять...